Всем привет! Наверное нет таких людей, которые не знали бы кто такой Арнольд Шварценеггер. Популярный спортсмен, актер, политик. Его биографию можно разбирать часами. Сегодня я не хочу быть банальным и говорить про его фильмы, и уж тем более про культового Терминатора. Кстати, про Терминатора на моем канале уже был очень подробный выпуск. Ссылочку на него я оставлю в закрепленном комментарии к этому видео. В этом ролике я расскажу вам самые шокирующие, интересные и неожиданные факты из биографии Железного Арни, про которые мало кто знает. Приятного просмотра! Рождение легенды Арнольд Лоис Шварценеггер родился 30 июля 1947 года. Родителями Арнольда были Густав Шварценеггер и Аурелия Ядрни, проживавшие в торговой общине Таль вблизи города Грац, столицы земли Штирия. Они поженились 20 октября 1945 года. Семья была католического вероисповедания, и каждое воскресенье они посещали церковь. Их старший сын Мейнхард Шварценеггер родился 17 июля 1946 года. Фамилия Шварценеггер происходит от названия швейцарской деревни Шварценегг, входящей в состав коммуны Унтерлангенек. Страшное прошлое отца Отец будущей звезды Густав Шварценеггер после службы в армии с 30 по 37 год пришел работать в полицию. Незадолго до присоединения Австрии к Германскому рейху в марте 1938 года он подал заявление на вступление в австрийскую национал-социалистическую партию, разделяя ее ценности и собираясь стать верным арийцам. После зачисления в Вермахт Шварценеггер-старший получил звание Гауптфельдфебеля полевой жандомерии, выполнявший функции военной полиции. Он служил в разных странах, в том числе и в СССР, участвовал в блокаде Ленинграда. Именно там он и был ранен в августе 1942 года. После лечения в Лодзи Густав Шварценеггер стал страдать от частых приступов малярии, из-за чего его комиссовали. Он вернулся в Градс, работал почтовым инспектором, позже возобновил свою полицейскую карьеру. С отцом у Арнольда Шварценеггера были непростые отношения, так как Густав куда больше любил старшего сына Мейнхарда, а младшего даже не считал своим, подозревая супругу в измене. Печальная судьба старшего брата Отец и мать пророчили своему первенцу Мейнхарду большое будущее, а к младшему сыну относились прохладнее. Арнольд был со школьных лет зациклен на тренировках и практически ничем кроме спорта не интересовался. Мейнхард был старше брата и рос более разносторонним человеком. Он тоже серьезно увлекался бодибилдингом, но при этом был настоящим эрудитом, и у него было множество увлечений. Его телосложение отличалось массивностью и отличным рельефом. Если учесть, что он был выше брата, то Арни выглядел на его фоне достаточно бледно. Родители даже не скрывали, что лучше относятся к Мейнхарду. Отец всячески подогревал соперничество между сыновьями. Иногда он просто дразнил Арнольда, восхищаясь его братом и игнорируя успехи младшего сына. Со временем Мейнхард охладел к бодибилдингу. Он решил, что образование важнее и решил поступать в университет. Но совершенно неожиданно жизнь рассудительного и интеллектуального парня пошла под откос. Мейнхарда словно подменили. Он стал выпивать, систематически нарушать закон и в итоге оказался в тюрьме. После освобождения он уже не вспоминал про университет и вел разгульный образ жизни. Не подействовало на него даже рождение сына Патрика. Малышу было всего три года, когда его отец, находясь за рулем в пьяном виде, попал в аварию и погиб. Это произошло 20 мая 1971 года. Арнольд в это время уже не жил в Европе. Он полным ходом строил карьеру в Штатах. О гибели Мейнхарда он узнал во время подготовки к соревнованиям мистер Олимпия. Перед атлетом стоял нелегкий выбор. Поехать в Мюнхен, чтобы попрощаться с братом, или выступить на первенстве, которому он шел много лет. Арнольд выбрал второе. К слову, когда через год скончался его отец Густав, Арнольд также решил не ехать на похороны, потому что был максимально увлечен своей карьерой. В погоне за славой Арни всегда мечтал стать богатым и знаменитым. Он вовсе не собирался служить в полиции, как того хотел его отец. И не хотел становиться торговым агентом, как советовала ему мать. Он сделал ставку на культуризм и не прогадал. Хотя поначалу, по настоянию отца, Арнольд Шварценеггер занимался футболом. Но быстро смекнул, что в этом виде спорта он вряд ли преуспеет, поэтому полностью переключился. Он страстно хотел стать лучшим, поэтому не пренебрегал запрещенными ныне веществами. Впрочем, в те времена употребление астероидов было повсеместным. Культуристы в период подготовки к важным соревнованиям добивались рекордного набора мышечной массы не изменениями рациона и упорными тренировками, а поеданием астероидов. Арни, лепившись скульптуру своего тела сантиметра за сантиметром, не остался в стороне. Правда, когда позже в интервью ему задавали вопрос об использовании веществ, обладающих высокой биологической активностью, Железный Арни признавался, ему стыдно за свои ошибки молодости. Если бы у него была возможность повторить свой путь, он не стал бы так издеваться над собственным организмом. Также в свое оправдание Шварценеггер обращал внимание на то, что стероиды особого воздействия на его мускулатуру не оказали. Стероиды попали под запрет уже в 90-е, когда Арнольд Шварценеггер вовсю снимался в кино. Угроза для окружающих В молодости Арнольд служил в армии, причем в танковых войсках. Именно там он осваивал азы вождения и сумел получить права на управление мотоциклом, легковой и грузовой машинами, а еще трактором с прицепом. А вот обуздать танк ему так и не удалось. Один танк он попросту утопил в реке, забыв поставить его на ручной тормоз. А при помощи второго разрушил ангар, перепутав рычаги прогрева двигателя и переключения передач. К тому же Шварценеггер хотел уволиться до окончания контракта, о чем и подал рапорт командованию. Оценив риски, его прошения удовлетворили. А офицер, сообщая об этом Шварценеггеру, отметил, что нахождение его в армии вообще представляет угрозу для окружающих. Да и лишних танков у них нет. Сбежал из армии и попал в тюрьму. Еще до того, как неудачливого танкиста уволили из армии, у Арнольда был очень неприятный случай, который мог окончательно разрушить, еще толком не начавшуюся карьеру спортсмена. Будучи в учебке, он сбежал из части, чтобы принять участие в своем первом бодибилдерском конкурсе «Юный мистер Европа». Он занял там первое место, но по возвращению ему пришлось отсидеть неделю на гауптвахте. Участие в соревнованиях так много для меня значило, что я не задумывался о последствиях. Признавался он позднее. Похождение лавелласа В молодости Арнольд Шварценеггер был знатным лавелласом. В то время он даже не скрывал, что мог подойти к девушке на пляже и предложить ей отправиться с ним в номер. Он точно знал, как действует его внешний вид на представительниц прекрасного пола. И во все этим пользовался. Но после в его жизни появилась Мария Шрайвер. Эта девушка не была похожа на всех остальных. Мария относила себя к поклонницам Шварценеггера, однако вовсе не собиралась становиться очередным его краткосрочным приключением. К тому же она принадлежала к могущественному клану Кеннеди и приходилась племянницей 35-му президенту США. Мария сразу же поставила возлюбленному ультиматум. Или она, или многочисленные интрижки. Терпеть измены она не хотела и предупредила его еще до брака, что неверность моментально приведет к их расставанию. И Железный Арни подчинился. После свадьбы супруги казались идеальной парой. Арнольд стал примерным семьянином, заботливым мужем и отцом четверых детей. Ну или старался быть таким. Заявление о разводе прозвучало как гром среди ясного неба. Таким же неожиданным для всех стало невероятное признание Арнольда в измене. После того, как я ушел с поста губернатора, я сам рассказал обо всем своей жене. Мне нет оправданий, я принимаю всю тяжесть вины на себя. Я извинился перед Марией, перед детьми и перед всей семьей. Мне на самом деле очень жаль, что все это произошло. Она действительно не собиралась мириться с изменой. А скрыть тот факт, что у Арнольда подрастает сын, как две капли воды, похожей на отца, было просто невозможно. Мария была непреклонна. И бракоразводный процесс хоть и затянулся на несколько лет, но все же был доведен до логического финала. Ходит слух, что они уже давно не жили вместе, как муж и жена. Просто она не могла уйти от него, пока он занимал политическую должность. И это походит на правду. Арнольду было стыдно не только за свою слабость и измену, но еще и за отстраненность от воспитания наследника. Сам он заверял, будто не знал о его существовании. Но в это не верится, ведь домработница, родившая ему сына, еще долгие годы работала в семье Шварценеггера. Личная жизнь Арнольда всегда была крайне бурной. Рассказывает один из его старинных знакомых из актерской среды. В какой бы город мы ни приезжали, везде его ждали толпы красоток, готовых отдаться ему в гостиничном номере. Сказать, что он никогда этим не пользовался, я не могу. Сама история знакомства Арнольда с будущей женой говорила о том, что нормальных семейных отношений у них никогда не будет. До Марии Шварценеггер встречался со своей первой, по его собственному признанию, любовью. Учительница английского языка Барбарой Бейкер. С ней он прожил три года. Ушла от него именно Барбара, объяснив это тем, что Арни просто невыносим. Мир вращается вокруг него. После этой неудачи он пустился во все тяжкие. В 1977 году Арнольд крутил шашни с двумя девушками одновременно. Парикмахерша Сью Моррей и Мария Шрайвер. В то время она была редактором новостей на телевидении. Годом позже Сью Моррей поставила Шварценеггеру ультиматум. Либо живи только со мной, либо катись на все четыре стороны. И он вновь выбрал второе, заведя себе еще одну любовницу. Партнершу по фильму Рыжая Соня. Будущую жену Сильвестра Сталлона, Бригиту Нильсон. Ссылочку на ролик, где я рассказываю про эту актрису. Ее странные отношения с Сильвестром Сталлона и многое другое. Я оставлю в закрепленном комментарии. С ней он продолжал крутить роман даже в то время, когда был уже обручен с Марией. Женился же он на ней лишь в апреле 86-го года. Поездка в Москву и встреча с кумиром. В 88-м году Арнольд, уже будучи известным, приехал в СССР сниматься в Красной Жире. Своих сопровождающих он попросил организовать встречу с глубоко уважаемым Юрием Власовым, который когда-то подарил ему веру в свои силы, заразил любовью к железу и фактически выписал пропуск в Голливуд. Шварценеггер всю жизнь вспоминает, как подростком попал в Вену на чемпионат мира. Среди выступающих тяжелоатлетов его внимание привлек советский богатырь Юрий Власов, казавшийся ему тогда инопланетным гигантом. Арнольда поразило то, что мощнейший мужчина имел манеры интеллигента, ходил в очках и сильно отличался от остальных спортсменов. Будучи звезде Голливуда, тогда удалось переброситься парой фраз с советским чемпионом. И с того момента он точно знал, на кого хочет быть похожим. Во второй раз они встретились в московском тренажерном зале Дома пионеров. Тепло пообщавшись, старые знакомые позабавились с армрестлингом. И надо заметить, что уже Седой Власов даже на тот момент незначительно уступил в крепости руки легендарному гостю. С той встречи в СССР осталось несколько совместных фото. А прощаясь, Шварценеггер оставил на снимке свою подпись. Моему идолу Юрию Власову. Спас человеку жизнь В 2004 году Арнольд проводил отпуск с друзьями на Гавайском пляже. Пикник обернулся трагедией. Недалеко от берега с доски для серфинга упал в воду мужчина и стал тонуть. До берега донеслись его крики о помощи. Несчастный кричал, что у него судороги. Шварценеггер, не теряя времени, бросился в воду. Выловил бедолагу и проплыл с ним к берегу около 100 метров. Самое удивительное, что Шварценеггер никогда не использовал эту историю для собственной рекламы. И известно публике она стала. Отнюдь не с его слов. Друзья, про легендарного Арнольда Шварценеггера можно говорить и говорить. Если вам понравился этот выпуск и вы бы хотели вторую часть интересных фактов про Железного Арни, проявите активность в комментариях, чтобы я увидел, что вам это действительно нужно. И мы ее обязательно выпустим. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok